итак добрый день дорогие мои друзья сегодня тема нашего занятия по вашим просьбам красное платье на свадьбу к сыну от анны семеновой значит наша слушательница и зритель моего канала любительница шить я попросила рассказать о том как смоделировать платье которое она задумала шить потому что 29 августа у сына будет свадьба итак посмотрите что она мне послала давайте разбираться вместе это довольно часто встречающаяся ситуация у нас в жизни потому что вот такая у нас картинка что мы имеем какие у нас исходные данные надо сказать что мерочки нашей анны они вот они перед вами я сейчас уже это все подготовила видите 42 с половинкой 34 47 то есть наша девушка достаточно хрупкая изящная и она может позволить себе вот такое вот нарядное красивое красное платье на свадьбу к сыну но когда мы находим вот эту картинку в пинтересте или где-то там еще мы зачастую посмотрите вот что у меня было у меня был вот такой рисуночек я с этого рисуночка должна понять как же мне тут какие конструктивные линии у меня должны здесь работать для того чтобы получилась вот такая красота и тем не менее глядя вот на этот силуэт другой информации у нас нет мы должны с вами обязательно как-то максимально более точно угадать что же подразумевало сделать какими техническими какими формами какими техническими особенностями можно вот эту всю красоту передать ну давайте смотреть вместе и если нам какой-то информации не хватает мы ее должны с вами додумывать дорисовывать ну давайте начнем с того что разберем что мы тут видим на картинке прежде всего я так понимаю что платье это у нас двойное то есть у нас есть какая-то основа платье без рукавов потому что вот рукавчиков никаких нет да это основа посмотрите как хорошо читается линии грудь талия бедра то есть это основа она достаточно близко приближена к телу если это и не нулевые прибавки то как минимум это один сантиметр ну если едва то мне кажется это уже будет много то есть я бы взяла глядя вот на эту силуэтную форму прибавочки по груди один по талии один и по бедрам смотрите один то есть я бы сшила маленькое платье вот с такими вот фактически это бы являлась нашей базовой основой у него были бы талиевые вытачки у него было бы вот такое прилегание и смотрим дальше по силуэту оно длинное в пол нам наша аня пишет что длина изделия у него будет 96 сантиметров несмотря на то что у него рост невысокий 158 сантиметров до видимо будут каблучки и совершенно верно эти каблучки все будут закрыты вот этим вот платьем поэтому за счет и вот длина 96 сантиметров это достаточно большая длина юбки от талии вниз да смотрите к низу она идет расклешенным за счет чего получить вот это расклешение может быть за счет оформления только боковых швов может быть там введены средние швы шовчики по полочке и средний шов по спинке расклешено в них а может быть там сделан какой то вот здесь нам закрывается не видно этот подрез и за счет него пришивается какая-то вот нижняя какая-то нижняя часть и там идет юбочка сейчас мы с вами нарисуем поговорим и нарисуем технический эскиз и самое главное посмотрите вот здесь очень плохо видно но вот так вот отсюда идет второй слой посмотрите от рукавчика проймы идет вот так вот второй слой дальше он идет вот сюда вот сюда вот сюда и уходит прямо где-то вниз к боковому шву то есть левая часть нашего платья представляется из себя я здесь попыталась изобразить это до второй слой ткани причем левая часть вот здесь рассматриваем внимательно картинку она достаточно гладкая я не разглядела в ней при приближении никаких драпировочек вот здесь то есть это полностью повторяет контуры нашего тела уже о втором слое говорим да а что дальше происходит посмотрите вот здесь какая-то стяжка украшение брошка не брошка что-то угодно вышивка какая-то да то есть вот эта густая густая трапировка вот в этом плечике у нас есть да и потом она вся переходит на спинку и вот так вот на спинке красиво как-то располагается вот эта деталь видит такого большого длинного скорее всего вот до сих пор почти до низа сделанного шарфа то есть вот такая отлетная деталь очень красиво и элегантно надо сказать что вот этот вот прием он очень широко используется и в том числе для полника фигурки тоже я сейчас вам постараюсь побыстрее найти пинтеристе вот эти вот истории потому что я часто я часто это делаю копирую чтобы показать вам одежда для полных например да как ее можно обыгрывать эту одежду для полных вот этими всякими разлетая чками и в том числе и вот эта разлетая чко но вот не приготовила до этого до нашего с вами эфира эту картинку очень часто с одной стороны изделия идет идет как бы вот такой второй слой он драпируется сзади он может переходить в шарфики вот он пожалуйста вот такая вот идея например видите вот такая вот идея вот этого платья то есть маленькое платье а сверху этого платья идет вот такой тоже красная платьица посмотрите какая история да вот такой вот вариант очень похожа на наше то есть идет маленькое платье раз слева в левый боковой шов вшивается вторая деталь и шифона из какого-то легкого материала на плечике перехватывается и сзади это продолжается вот такой вот интересный вот таким интересным шарфом и какой-то накидкой совсем не обязательно ее повторять сзади то есть вот этот прием вот таких вот вот таких вот вторых как бы деталей да он очень помогает скрыть какую-то полноту какую-то особенность наши на фигурке да маленькое платье по фигурке сделали и чтобы спрятать какие-то наши складочки под этим платьем задрапировали и получилось и красиво и получилось очень эффектно вот посмотрите точно такой же прием но уже использован несколько иначе опять вот какая-то накидка которая помогает нам избавиться от этого то есть эта история она достаточно широко представлена в пинтересте в идеях каких-то наших дизайнеров да и нам почему бы ей не воспользоваться что еще здесь ну вот вторые слои вторые накидочки какие-то да и для нарядной одежды это очень и очень подходит что и сумела разглядеть наша вот такая вот история тоже посмотрите здесь уже вот эта накидка она идет с двух сторон и отсюда и отсюда и тоже помогает полненькую фигурку сделать получше и сделать ее но у нашей анечке фигурка как раз очень даже хорошая и поэтому ей вроде бы это ничего не нужно но деталь декоративная и вот такая ну вот собственно говоря что я вам хотела показать дальше показывать не буду а перейдем мы уже к техническому созданию технического рисунка и так глядя вот на такую модель мы с вами мы с вами пытаемся нарисовать технический эскиз я его уже нарисовала но сейчас я хочу сделать это вместе с вами и так обсуждая вот эту нашу историю что мы можем с вами понять прежде всего рисуйте правдоподобную фигурку плечи талия бедра и длину вам обязательно нужна длина платье довольно длинное рисуйте вот такую вот длину так что с нашим экраном все хорошо камера не хулиганьте ведите себя прилично авто настройки опять наверное сбились нужно снова устанавливать дальше смотрите мы видим что платьица без рукавов причем вот этот вот вот эта конечная точка плечевого шва она достаточно открытая поэтому от 13 сантиметров вы будете снимать сантиметра полтора чтобы освободить вот этот локтевой сустав чтобы у вас вот здесь не деформировалась потом само плечико оно очень узкое очень узкое вот такое вот давайте нарисуем и посмотрим на вырез вырез там примерно какой-то вот такой он не очень глубокий вы можете сделать это по своему усмотрению так как платьев у нас два мы начинаем с первого работаем вот с этим первым платьицем верхняя деталь закрывает какие-то технические особенности и они не играют никакой роли поэтому для удобства на грудную выточку я перевожу боковые швы талиевая выточка тоже не видна но она нам нужна для того чтобы создать вот этот силуэт боковой шов как он у нас судя по тому что я там вижу у нас где-то ниже линии бедер начинается довольно активная история то есть идет какой-то созданный эффект вот такой вот рыбки по силуэту хорошо за счет чего мы можем такой эффект создать во-первых мы можем сделать вот здесь шов на маленьком платье на нижнем платье и в этом шве добавить вот это расширение на выбранном нами уровне есть у нас такой вариант вторая история так как кань закрывается в основном и швов я думаю там не очень будут бросаться мы можем вот в этом выбранном уровне с вами да просто сделать вот такой подрез сделали подрез и вот эту нижнюю юбочку расширили конусообразно лучевую раздвижку применили или просто сделали как часть круга вот такую какую-то юбочку да и пришили как валан вот такой у нас есть вариант и вот такая у нас есть возможность поэтому так как вот этих конструктивных линий нет и мы можем только догадываться о силуэтной форме мы с вами ее и придумываем так как нам самим хочется лишь бы ну это все соответствовало вот той форме потому что одна и та же форма может достигаться у нас разными разными инструментами разными приемами ну и если мы придумали и остановились на каком-то приеме со стороны спинки полочки мы ее уже поддерживаем со стороны спинки так как явно видно что это платьице очень плотно достаточно плотно прилегает к телу мы с вами конечно же не очень сильно вырезаем вот этот вот верх мы должны придумать и сзади сделать боковой вот такой средний шов по спинке чтобы в него по крайней мере вот здесь напоминаю от талии 20 сантиметров вверх 22 и 15 вниз мы должны вставить замочек молнию да чтобы мы могли входить почему не в бок потому что сбоку вшивать молнию труднее потому что тут рельефный идет рельеф вот такой да так будет лучше ну и вот я бы спинку сделала вот такую это наша базовая основа это одно первое наше платьице которое мы с вами умеем раскроить и потом сверху вот этого платья повторяя вот этот вот левый контур вот так отсюда у нас идет давайте возьмем другой карандашик у нас идет вот это все будет повторяться так вот так до сих пор вот так а дальше посмотрите это идет вот такая линия и вот этих вытачек там нет и вот этих вытачек там нет и все эти вытачки они спрятаны вот в эту драпировку и может быть еще добавлена вот такая вот лучевая раздвижка потому что я смотрю вот здесь вот так вот я бы раздвинула да потому что вот эти фалты идут вот сюда и еще бы усилила вот эту драпировку и в этом месте у меня получится очень много ткани но сейчас мы это будем делать с вами вместе вот такая будет вторая деталь а потом вот эта ширина вся в плечиках которая получится за счет этой драпировки она как-то стягивается или какой-то вы вот такую маленький делаете можно отрезать даже здесь сделать такую полосочку которую вы декорируете чтобы вот здесь толщины лишней не было да она переходит немножечко на спинку и на спинке она ведет себя вот таким вот каким-то образом вот эта деталь вторая деталь здесь у нее очень-очень много посмотрите какой получается эффект вот так я размышляла когда строила вот это вот свое создавала свой технический эскиз ну и опять же если мы выбираем просто два шва посередине спинки и посередине полочки и в них добавляем вот это расширение внизу чтобы срабатывал эффект гаде эффект рыбки какой-то своего рода но не увлекайтесь очень сильно все идет на полу намеках да или мы тоже делаем вот этот вот подрез на этом же уровне да и делаем то что хотите мне хочется мне нравится без подреза первый вот такой вариант на вертикальных линиях больше вот этот вариант мне больше нравится поэтому я как-то вот так вот решила для себя что мне надо его оставить вот так мои дорогие мы поговорили об этом что дальше дальше мы переходим к нашему техническому заданию посмотрите что у нас получилось пожалуйста напоминаю вам обязательно обязательно делайте вот такое техническое задание обязательно я изобразила эту картинку я думаю сейчас вам все понятно что мне сейчас надо добавить вот по серединке у меня пойдет шов вот такой шов да я придумала сейчас что у меня будет шов и с помощью него я буду расширять вот этот вот низ потому что одних боковых швов будет недостаточно тогда вот здесь фалдочек не получится и ножкам будет это мешать будет ломаться ткань вот здесь вот поддерживать надо со всех четырех сторон два боковых серединка спинки серединка переда и тогда вот это вот расширение внизу оно будет равномерным обязательно выписали сюда свои мерочки так как платьица у нас без рукавов то нам да еще обязательно посмотрите какой баланс у фигурки это сорок один минус тридцать девять осанка обычная два сантиметра получилось прибавочки по груди один по талии один по бедрам один нам понадобится мерка от талии до проймы я беру если спинка тридцать девять это значит коротенькая спинка рост повторяю сто пятьдесят восемь не очень высокий да но фигурка очень ладненькая хрупкая все вот эти шесть наших правил здесь если вы их пройдете пробежитесь по ним они все здесь прекрасно отражены и мерочки сняты достоверно это верно поэтому я спокойно не буду это строить оставлю это Анечке на самостоятельное построение оно будет очень у нее простым и можно измерить расстояние от талии до подмышки для того чтобы выбрать нужный вам уровень проймы даже не измеряя для такого вот для такой короткой спинки я бы взяла семнадцать сантиметров для более высоких я беру до двадцати потому что зная что эту проймочку на примерке всегда можно подрезать углубить и сделать ее такой какой нужно итак мы составили с вами техническое задание что дальше а дальше мы переходим конечно же к построению и вот мы с вами экономим время и мы построили с вами базовую конструкцию наша основа базовая конструкция с чего собственно говоря все у нас и начинается ну и в соответствии с техническим заданием с тем что мы с вами вот здесь разбирали я понимаю что маленькое платье мне нужно сделать пока про маленькое поговорим про нижнее с нагрудными вытачками переведенными вот сюда вбок поэтому я в своей основке нахожу точку С я уже контроль провела все это выполнила и начинается у нас моделирование значит я нагрудную вытачку перевожу вот сюда после этого я закрываю там где у меня та история которая у меня была посмотрите так вот она у меня да я скопировала эту точку нарисовала здесь и закрыла нагрудную вытачку закрыла нагрудную вытачку и она у меня оказалась вот здесь вот эта точечка отмечена вытачка открылась вот сюда ну и конечно потом вы знаете что ее нужно просто укоротить это будет с вами наша с вами база давайте так как у нас идет так мы укорачиваем потому что есть зона недоступности вот так что с плечиком смотрите конечная точка плеча теперь у нас переехала вот сюда мы на полтора сантиметра укорачиваем это плечико и пройма переоформляется вот таким образом ширину бретельки я бы оставила сантиметра три в готовом виде она там очень узенько но давайте возьмем пока четыре потому что здесь и драпировки у нас будет много и мы можем не уместиться и судя по тому какой у нас вырез пожалуйста померите себя от еленой впадинки буква В до нужной вам глубины выреза судя по картинке вырез небольшой поэтому я выбираю где-то вот такое вот расстояние и оформляю вот эту нашу горловинку и базовая конструкция становится вот такой так так здесь как бретелька там идет сюда уходим сюда уходим вытачка дальше поехали вот сюда теперь если мы в серединке оставляем вот этот наш шов тогда вот эту вытачку часть этой вытачки сантиметрика полтора можно здесь забрать но не доходите до центра груди куда оформить помните ниже груди три сантиметра так и тут три-четыре может быть сантиметра мы оформим то есть мы начинаем переоформление вот этого среднего шва передней половинки раз он у нас присутствует где вот эта вытачка была ну она была здесь я должна сюда снести но для средних швов лучше уходить в бедра тогда будет это спокойнее и подошли к зеркалу выбрали для себя уровень раскрешение начало вот этого силуэта мне не хватает бумаги чтобы я длинное изделие сделала но я думаю что мне нужно показать только технику реальные размеры вы будете с ними работать сами вы выбрали себе расстояние от талии до нужного вам раскрешения и затем по линии низа начинаете выбирать ширину величину вот этого раскрешения ну судя по рисунку я бы оставила сантиметров 15 здесь это будет недостоверно потому что длина маленькая я покажу немножко меньше чтобы не очень уродливо выглядела все таки наша картинка да вот так вот сделаем так вот это я выбрала расширение здесь оно у меня 10 а так как юбочка у меня в данном случае короткая всего 72 сантиметра а ваша юбочка будет 96 будет большая длина и там внизу уже будет конечно больше и нужно поддержать вот это расширение по линии среднего шва передней половинки по линии среднего шва передней половинки нужно делать немножко меньше чтобы ритм ну не так зашкаливало что ли все будет спокойнее на глаз если тут 10 здесь давайте сделаем сантиметров 6 8 может быть сантиметров и нарисуем вот такую картинку и передняя половинка у нас будет выглядеть вот так вот так вот так вот так у нашего платья так и ушли вот сюда я не буду оформлять низ с прогибом потому что вы знаете что линия низа оформляется на осноровочке потому что длина боковых швов и всех остальных она может после обработки измениться и сейчас заранее заботиться о прямых уголочках вот здесь ну прям скажем не обязательно вот вам готовая полочка все очень просто то же самое делаем работаем уже отталкиваясь от полочки работаем со спинкой опять же укоротили плечико на полтора сантиметра опять же переоформили проймочку здесь 4 сантиметра и здесь 4 сантиметра и выбрали вырез горловины спинки давайте уберем вот эту выточку тоже будем делать не очень большой но вы знаете что я приверженца вот таких вот историй сзади да поэтому вы можете выбрать себе и вот такой уголочек Анечка будет очень нарядно и очень подходящий для вашего силуэта да на платье мы не знаем какая спинка поэтому это выбор за вами остается опять же вот эта выточка часть этой выточки те же полтора сантиметра вы отводите в боковой шов верхняя часть этого отведения будет ориентирована на уровень лопаточек нижняя часть на опять же на бедра и всегда вот этот фрагмент по спинке оформляйте прямыми линиями никаких овалов в данном случае делать не надо то же самое повторяется расширение спиночки сколько здесь столько и здесь поехали сюда так что там по времени о 23 минуты приходится остановиться да как не хочется останавливаться длинное видео получится ну что ж пусть будет длинное видео на этот раз пойдем дальше до конца не будем делать остановку и да вот с этой выточкой понятно что произойдет она станет немножечко поуже на эти же полтора сантиметра и поэтому в готовом виде она будет выглядеть вот так так не забывайте про то что верхнюю часть вы будете оформлять вот с таким вот красивым прогибчиком который соответствует вашей фигурке с выборкой так называемой да потому что здесь ямка всегда под грудью у нас есть на спинке на спинке давайте спинку мы оформим другим карандашиком пусть будет зеленый значит тоже вот так ее делаем поменьше эту выточку и пусть у нас будет красиво и наглядно и вот оно наше платьице готово и сложность в этом изделии на самом деле заключается вот в этой второй детали ну я бы даже не сказала что это будет сложно но здесь будет довольно непривычный асимметричный крой довольно непривычная для вас может быть новичков это моделирование вот этой вот нашей отлетной детальки и сейчас мы к нему переступим пока обвожу это рассказываю про нее так как она у нас только с одной стороны располагается значит крой у нас получается асимметричный если крой у нас асимметричный то нам нужно с вами сделать полочку со сгибом и эта отлетная деталь она как вот посмотрите результат ну и это наложение ткани так сказать друг на друга как я говорю вот это у нас полочка и спинка первого маленького платья и она у нас готова дальше я сделала копию свернула бумагу пополам сделала копию вот этого нашего платья видите вот примерно так мы покажем с вами да здесь мне нужно еще выполнить вот это наше моделирование давайте мы его сделаем моделирование то есть мы закрываем выточку вот эту верхнюю да и оформляем тот вырез который здесь у нас получился смотрите копируем сюда копируем так и копируем после закрытой выточки копируем сюда и вот скопировали вот этот вырез скопировали этот вырез и соответственно его вырезали потому что они у нас по горловинке одинаковые по горловинке это все вшивается я так полагаем так рука отрогнула тороплюсь вот время как-то быстро очень у нас пролетело не хотелось конкать начало потому что это очень важно так вот случилось и случилось вот что у нас получилось здесь убираем больше нам это не нужно мы открываемся вот такая у нас история и уже здесь посмотрите мы рисуем ту линию которая нам нужна вот эта фасонная линия внизу она доходит практически до самого низа но я бы довела ее вот где-то до этой точки так сверху левую сторону она повторяет полностью горловинку полностью и только вот здесь отсюда начинается у нас какой-то какая-то вот эта линия поэтому закройте снова вот эту вытачку пока так так и вот так вот фасонно вы должны уйти вот сюда вот я думаю вот такая линия нам очень даже подойдет и поэтому мы берем с вами ножницы и вырезаем вот эту вторую отлетную деталь можно вот смотрите сейчас я когда работаю ножницами я сама себя как бы проверяю и еще немножко добавляю вот этой вот вот этого объема все вот эта часть нам больше не нужна мы ее удаляем и работаем только с этим что здесь здесь мы видим что очень много драпировки у нас идет вот отсюда волнистую линию по идее надо нарисовать значит эта выточка закрыта сюда а эта выточка эта выточка тоже закрыта туда давайте это и сделаем как нам это сделать значит нам нужно два лучика первый лучик он у нас выбираем для него точку на этом месте пойдет поможет нам закрыть вот эту выточку так а второй лучик на этом же месте куда нам надо все драпировки получить он нам поможет закрыть вот эту выточку и мне его нужно перевить привести вот так вот сюда да но она проходит через открытую выточку через открытую выточку мы работать не можем Эту выточку надо закрыть, поэтому смотрите, вот так. Вот она у нас и закрылась. И сейчас нам ничто не мешает взять и нарисовать вот эту линию. Но вырез у меня здесь очень большой, прямая линия не получается. Значит, что мне надо сделать? Значит, придется мне сделать вот так. Я этого и не люблю, потому что ткань так лежать не будет. Но, как бы там ни было, все равно второй рез у нас будет вот таким. И начинаем это все выполнять. Итак, первая это вот такая история. И выточку мы сейчас закроем и склеим. А второй разрез это вот такая история. Дорезаем не до конца, чтобы это у нас не развалилось. Это у меня были наша выручалочка. Малярный скотч. Будем работать. Итак, смотрите, нужно закрыть обе вот эти выточки. Поэтому переворачиваем сюда и ставим вот такую заплатку. На это место. Так, одна выточка закрылась. И сейчас мы быстренько закроем вторую выточку. И вторая. Так. Так. Где она? Вот она. Она должна тоже у нас закрыться. Вот так. Так. Закрываем вот эту выточку. Фиксируем. Эту выточку. Зафиксировали. Хорошо. Так. Что еще здесь? Вот посмотрите, что у нас получилось. Можно маленькими добавочками зафиксировать еще вот эти вот, чтобы они нам не мешали в работе. Вот эту часть выточка закрыта. Значит, она должна быть вот так вот. Она не должна уже расходиться. Один раз закрыв, мы ее вот таким вот образом сделали. Маленькие детали. Когда вы будете работать со своими большими, конечно, вам будет это все проще, легче, понятнее делать. Ну, ничего. И наша задача вам все показать. Вы должны все это увидеть. Вот посмотрите, чего мы добивались. Вот эти выточки, они у нас открылись обе вот сюда. Открылись обе вот сюда. Вот и хорошо, собственно говоря. Так, давайте я обведу вот эту деталь здесь. Здесь что еще можно было бы сделать? Вот так как у нас... Смотрите, если вернуться назад, вот сюда вернуться назад, да, вы можете легко отрезать вот этот кусочек, например, да, вот так можно его отрезать на вашей выкройке. И драпировочка у вас будет начинаться вот отсюда. А эту сделать в один слой, чтобы толщины лишней не было. Это зависит от того, какую ткань вы купите вот на этот вот свой шифон, на второй слой. Но я хочу показать цельное решение этой задачи. И поэтому смотрите, что у нас получается. Потому что мы сейчас... Тут понятно вам все, да? Вот это все вам понятно. Но дальше у нас начинается продолжение. Идет продолжение. Я хочу, чтобы это продолжение... Мне так больше нравится. Я так чувствую эту модель. Хотя, повторяю, все очень-очень индивидуально. И все зависит от того, что вы сами себе захотите сделать. Вот я бы решила ее, например, так. Вот у вас одна деталь есть. Быстренько ее обводим. Давайте красным карандашиком работаем, да? То, что я сейчас рисую, это вы все строите на ткани. Это вы уже работаете на ткани. Так. Никаких талиевых выточек. Никакого среднего шва по спинке у вас уже нет. У вас уже нет абсолютно. Так, 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 пропускаем там пока. Вот. С этим все понятно. А дальше, смотрите, вот это все надо сделать вот так. По прямой линии. Я бы это сделала вот так, по прямой линии. Вот. Сделала бы это все по прямой линии. Потом взяла бы еще кусочек бумаги. Вот так сюда добавила, да? И здесь я могу выбрать, ну, все, что я хочу. Могу сделать это, например, вот так. Скажем, какой мне нужно длины. И скажем, вот так. Вот. Видите как, да? И вот эта вся история, она у меня задрапируется в этом месте на плечике. Замечательно. Задрапируется. И у меня вот так вот красиво-красиво будет все там висеть. Ну, пожалуй, что я вот такую вот историю и оставлю. Давайте мы ее сразу и вырежем. То есть вы выбираете вот эту вот заднюю часть своего красивого шарфа. Да? А кто-то будет шить себе не такое шикарное красное длинное платье, а будет шить какую-то блузку. И платье у него будет небольшое. И вы можете вот этот шарфик. Давно хотелось, мне надо сказать, эту модель вам показать. Потому что мне кажется, она очень рабочая. Очень рабочая эта история. И когда вы вот сюда добавите вот этот вот кусочек, да? Кто-то из вас сделает. Тут же по-разному можно сделать, да? Можно сделать всего лишь вот такую вот эту историю. Сделать ее коротенькой. И тоже будет очень красиво. То есть можно просто даже вот этого не делать. На спинке ничего не делать. Но я бы оставила. И даже есть рукавчик или нет рукавчика будет хорошо. А можно, посмотрите, вот здесь будет у вас, конечно, драпировка. На этом месте оно все соберется до скольки? До четырех сантиметров это у вас все соберется. А можно, смотрите, добавить сюда вот так вот. Вот так вот, например. Ну, напачкаю. Вот так вот, 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 так вот сюда, допустим, добавили. Я разные варианты вам показываю, да? И вот эта часть не будет драпироваться. Она как крылышко будет свисать у вас и закрывать верхнюю часть вашей руки. Вот этот шифон. Почему бы тоже нет? Посмотрите, какое шикарное решение, потому что многие говорят, что мне надо закрыть свое плечико. Ну, выкрывайте, если надо. Вот. Вот такой вот вариант. Такой вариант я бы оставила для вот этой нашей барышни. Ну что? О, 37 минут. Мои хорошие, по-моему, мы сегодня славно потрудились и все, что хотели, у нас получилось. Итак, у нас было вот такое задание. И мы получили, в конце концов, вот такую вот деталь. Это верхняя деталь, а вот это вот у нас полочка и спинка обычная. Нижняя платьица. Все. Анечка, я считаю, что я хорошо ответила на ваш вопрос довольно подробно. Пожалуйста, ставьте лайки, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. И приходите ко мне в школу. На сайте kolomika.ru вы найдете много-много полезной, нужной и достаточно понятной и подробной для вас информации. Всех люблю, всех уважаю, всем здоровья. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Продолжение следует...